7.50. Титул Мисс Улан-Удэ. Краса России 2009. Миссис, лучшая... Да не миссис, а мисс, дружище. Мисс, лучшая модель. Да? Наконец-то, у Татьяны. Наконец-то к нам пришла лучшая модель. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы и есть лучшая модель? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем приятно. Присаживайтесь. Мы тоже не последнего по шубу ведущего. Ой-ой-ой-ой. У нас... А у нас есть такая лучшая модель. Когда вот нам сказал некрореалист, типа, ну, жду вас, друзья, я бы очень хотел же ответить в старые классические шутки. Лучших выква. Ну да. Татьяна, кстати, а вы видели нашего предыдущего гостя там сверху? Да. Да? И как? Заинтересовало вас проникание некрореалистов? Ну, вы знаете, я видела какую-то часть, самую маленькую, уже в конце, просто. На руку. Мы можем его пригласить. Нет, точно. То есть не увлекайтесь? И вот это движение некрореализма не увлекает вас пока? Я даже, если честно, темы не слышала. А вы снимаетесь на фотографии? Да. А вы мертвые никогда не снимались? Нет. А хотели бы? Ну, интересно, я видела. Оп! И тут вам нужно познакомиться с нашим гостем. Подождите, у меня, знаете, что за увлекло? Смотрите, вот что написано в резюме Татьяны. Это вообще фантастика, может, это опечатка или вкралась с соседнего документа. В 2012 году, рассказывает нам резюме Татьяны, выйдет шестой том энциклопедии «Ху и с ху» в России с краткой биографией. Да. С вашей? Да, с моей биографией. «Ху и с ху» в каком смысле? Что это за труд монументальный? Нет, что вы планируете сделать до 2012 года, чтобы туда попасть? У вас есть планы какие-то? Ну, конечно, планы есть всегда. Просто ко мне обратились, и очень было интересно им узнать все-таки, как становятся региональными представителями. Слушай, я понял. Стоп. Я все понял. Смотрите, значит, мужик. Кстати, не подошел на улицу. Ну, как обычно, липкие руки. Плащ, плащ, пол. Плащ, пол. Слушай, дедка, хочешь в энциклопедию «Ху и с ху» в российской политике? Это с собой политики. Татьяна говорит, конечно, да? Завтра вы к нему идете на собеседование? Нет, я уже сходила, у меня уже взяли краткую биографию, интервью. На самом деле мне позвонили. А как они мотивируют? Почему они вас хотят туда? Они как-то пробивают это через интернет. Да что это? Почему даже Ильи там нету? Да? А вы по какому там поводу? Вы же, я сверху, вы снизу в этой... По какому поводу вы там? Вот она безумная зависть. Ко мне позвонили из редакции «Ху и с ху» в России. И просто попросили встретиться с их редактором, просто побеседовать. И я проявила желание, как бы, почему бы и нет, почему бы и нет. Татьяна, послушайте. Почему так? В энциклопедию «Ху и с ху» в России не может быть 140 миллионов статей. Подожди, но там есть ключевые слова. Там есть сакральные фразы. Они работают по направлению. По направлению? Нет, стоп. По какому? Не те фразы. Все, вы же сказали. Вы сказали, к вам подошли и спросили, как в России становятся... Представителями. Региональными представителями. Вот они, сакральные слова. А что региональные представители? Наконец-то, правильный вопрос. В этом году я стала региональным представителем конкурса «Краса России» в городе Иркутск. «Краса России», а «Краса России» нет. «Краса России» город Иркутск. Так. Вот. И успешно провела. Я правильно понимаю, что вы самая красивая девушка из Иркутска? Ну, не совсем. Вы тогда перед сном ложитесь спать. Вы говорите, я самая красивая в Иркутске. Нет. А зеркало отвечает. Ты там красива, то нет. Ну, та-та-та-та-та-та. Нет. Татьяна самая деловая, потому что она не участвует в конкурсе, а проводит его. Ну, да. Самая деловая в Иркутске? Раньше... Самая деловая из «Красавицы». Раньше я сама участвовала, а сейчас вот мне вот уже уровень другой нужен. Подождите, а что у нас тогда вопрос? Ну, раз нас пока до сих пор нет уваживания из эксклопедии, и мы, в принципе, все в трое давно уже мечтали. У нас есть эксклопедия 2012-го года. What the fuck? Там мы будем как раз. Я могу подходить и сказать, чтобы вас туда... Мы, нет, мы этим не в эксклопедии, мы хотим поучаствовать, раз у нас такой блат организовался в программе, в конкурсе «Красы» с «Красы». «Красы»? Давай, нормально говори, спокойно. Да, в конкурсе «Красы». Что для этого нужно сделать? И правда ли, что все через постель? Если да, то мы все трое согласны. Ну, во-первых, все-таки... Отрастите волосы. С таким адаптизмом. Для начала, отрастите волосы. Ну, во-первых, все-таки нужно быть девушкой. Перестаньте, что за стереотипы. И вот, вот, мы пополняем ту статистику людей, которые готовы на пластическую операцию. 25% россиян, если я имею в виду Рамира, готовы на пластическую операцию. Кстати. Так. Вот разлово «кстати». Девушка, хорошо, эту мелочь мы пропускаем дальше. Ну, существует... Не все красавицы так красивы, как хотелось бы. Нет, я имела в виду по смене пола. А, стой. Есть, подожди. Поручик, вы женщина? Если вы так сильно хотите участвовать. Блин, там играет сейчас пианинка, должна играть. Та-да-та-да. Подожди. Мы должны были скачать, обняться. Мишка, ты? Мишка, она, по 87. Привет. Вот это. Неплохо выглядишь. Послушайте, а смотрите, у вас же есть, так сказать, у вас есть привычка быть, типа, красивой, оборожительной и так далее, и так далее. И вдруг подходите вы, как и любая женщина, мы должны вам открыть этот секрет. Пускай вы лучше узнаете это от нас, чем во дворе. От мальчишек. Да, к такой черте, когда, так сказать, начинает, как бы сказать, так сказать... Красота увидать. Увидать, увидать. Пора увидания, женщина. И понятное дело, что вы слишком привыкли быть красивой. Вы, конечно, обратитесь к хирургу, ляжете, потому что достойно стареть, принимать морщины и все прочее, это не каждый дано, Татьяна, да? Вы знаете, как-то я к этому спокойно отношусь. И все-таки я за естественное старение, потому что вот эти все пластические... Поэтому, где мои сигареты, где мои сигареты, где мой алкоголь? Все-таки эти пластические операции, они совершенно не украшают. Хорошо, чем здесь, мы с вами поговорим. Не украшают, но некоторые увеличивают. А, вы про это? Да. Тоже. А большое, значит, красивое, всем известно. Ну, вы знаете, я как-то об этом не задумывалась, если честно. На сегодняшний день у меня все в порядке, и я думаю, продержусь. Да? А у нас все в порядке, наверное. Держись. Можно, так как у нас сегодня официальный день доктрин? Доктрин. Да. Можно у вас? И проявлений. Хотел сказать ко мне. Со мной. У нас есть пирамидка. Залезайте. Прямо сюда? Конечно, да. Прямо сюда? Прямо сюда. У меня платье, король. У меня тоже, я тоже часто хожу в коробку, ничего, лажу везде. Главное, не рухните, потому что это смешно. Не знаю. Так. Ну, фон нормальный, хороший. Не, все, просто манифест. Ваш манифест, ваше программное заявление на всю страну, что вы хотите сказать россиянам. Тем более, еще предвыборная компания сейчас. А сейчас мы давай быстро попрощаемся быстро? Друзья, фактика сейчас, Татьяна. Все, внимание на Татьяну. Нет, подождите, я не поняла. Что нужно сказать еще раз? Ваш манифест, ваше обращение к миру. Ну, к этим пяти... К этим... К 20 секундам. Ну, давайте, быстро. Ну, я хочу обратиться... Только в души не все...